Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Сегодня у нас будет видео вопрос-ответ. Я сделала пост в своем инстаграме, где говорила вам, что вы можете задать все интересующие вопросы на любые темы. И я по максимуму отвечу. Может быть, какие-то свежие, новые вопросы появились. Я с удовольствием на них отвечу. Да, пришло более ста, как всегда, вопросов. Есть самые популярные вопросы. Удивительно, как я люблю, знаете, цвета, белые, серые и так далее. Но мне так нравятся мои черные занавески. Они все-таки не чисто черные, они в крапинку белую. Но мне так тяжело от них уходить. Они мне нравятся. Ладно, давайте по порядочку. Почему обратно вернулась в свой стиль одежды после стилиста? Этой девушке еще отвечали 8 ответов каких-то. Но давайте я не буду открывать эти ответы. Просто отвечу. Я не возвращалась обратно к своему стилю. Я очень многое из того, что я раньше носила, оно так и лежит у меня мертвым грузом. Просто я, естественно, не беру полностью, что мне говорит стилист. Я вырабатываю свой стиль. То есть я знаю какие-то вещи актуальные, базовые, гардероб. Появилось вообще в моем сознании такое понятие, как базовый гардиоб. И это уже большой успех. Помимо этого, своего стилиста я смотрю, многих других блогеров, фэшн-стилистов. Очень классных, крутых, которые мне нравятся. Я пытаюсь насмотренность получить всю эту. И в принципе я знаю, как красиво, стильно одеться. Другой момент. У меня какой-то барьер, что стильно не всегда удобно. На самом деле это не так. Но мне кажется, что даже если удобно, стильно, то это ограничивается какими-то вещами. Ну, то есть вариантов немного. Например, под пальто или тренч одет спортивный костюм и кроссовки, и рюкзак. Все супер. Собрать там гульку, обалденный образ, мне нравится. Так, дальше. А еще какой? Вот вроде я его вижу. Ну, можно вот так. Ну, короче, мне кажется, что немного. На самом деле это мое ошибочное. Их очень много, этих всех образов. Просто с ними нужно сесть, разобраться, поносить так, сяк, пофотографировать любимые образы. И все. То есть я не возвращаюсь к своему тому же, который и был. Я теперь уже знаю, что такое антитренд, что такое быстрые тренды. И стараюсь их не покупать. Я больше на базе хочу. А если покупать какие-то тренды, то я должна понимать, что это не очень дорого должно быть. Что может через две недели быть уже антитрендом. Поэтому я не возвращалась, просто я обтачиваю свой стиль. Если не ошибаюсь, то ты закончила курсы мастера ногтевого сервиса. Работала ли в этом профиле? Если да, то почему бросила? Да, я заканчивала. У меня есть диплом. Мастер ногтевого сердцевиса по наращиванию ногтей и маникюр, дизайну базовому. Я даже после того, как закончила эти курсы, купила себе домой стол, все приспособы, причем самые лучшие, немецкого производства, хорошие качественные материалы. И какое-то время даже поработала. Но что-то не зашло мне. Во-первых, это тяжело. Я теперь точно знаю, что это тяжелый труд. И прям девочками-мастерами я прям восхищаюсь. Я знаю, что это не просто тяжело. У меня очень сильно болела спина. Я начала уже покупать всякие себе приспособы для спины. Потому что особенно первое время с непривычки вот так вот сидеть по 6-8 часов, это, конечно, очень тяжело. Я к этому так и не привыкла. И последний раз, когда я делала свои знакомые ногти, а она мне говорит, то я ей вот так сделала, то вот так. А потом она что-то передумала. Короче, я 8 часов пилила ногти. Я ей сказала, ты будешь моим последним клиентом. И так оно и было. Все остальное я продала. Не продала даже, даже нет, я не продала, по-моему, ничего. Я все раздала. И как раз моя Таня, подружка, она занималась ногтями уже тогда, начинала. И я ей просто отдала очень много чего. У нее до сих пор есть какие-то вещи, которые я ей отдавала, которые до сих пор ей в работе пригождаются и очень хорошо. Она мне недавно даже об этом напомнила. Вот тебе спасибо большое за вот то, вот ты мне отдала тогда, вот оно у меня до сих пор. Служит мне верой и правдой. Так что это просто не мое. Я попробовала, и это не мое. Мы когда-нибудь увидим твоего мужа? Возможно. Я, конечно, вряд ли он будет сниматься. У меня видео, когда мы будем жить вместе. Но мы будем вместе с ним ходить, гулять, проводить вместе время. И кто нас увидит, тот нас увидит, конечно же. И успеет сфотографировать и выложить в сети. Буду, значит, как та, я не знаю, как суперзвезда, за которой следят и выкладывают, сливают фотки мужа в сети. Конечно, теоретически увидите. Практически вряд ли он будет сниматься в видео. Ну, разве что конечности какие-то могу показать. Руки, ноги. Не хотели бы на канале сделать рубрику эксперименты. Не в плане внешности. Ну, например, реально ли за 21 день выработать какую-либо привычку или это миф. Ну, что-то типа того. Мне кажется, это будет интересно. Да, это могло бы быть интересно. И даже развеивать какие-то, может быть, мифы или развеивать какие-то лайфхаки или пробовать их на себе. Да, всё это у меня в планах. Но пока, к сожалению, у меня есть какие-то проекты в голове, которые я очень тяжело делаю, довожу до конца. И я не могу начинать что-то новое, пока я не закончу что-то старое. А у меня два висяка конкретных. Это школа блогеров, которая вот уже должна стартовать на днях. И открытие моего английского канала. Я потому что очень хочу, очень хочу. Не знаю, насколько это будет смешно с моим английским, но я очень хочу. Я должна попробовать. Вот. Поэтому потом, да, может быть, какие-то новшества мы внесём. Как мама и родные относятся к твоему МЧ? Сразу ли его приняли в семью? Как его семья относится к тебе? Какая у них была реакция, когда узнали, что ты блогер? Блогер. Блогером я стала, кстати, чутка попозже. Вот. У нас отношения прекрасные. Что у моей мамы, у моих родственников, к моему любимому человеку. Что и с его стороны. Вся семья его очень меня любит и относится ко мне хорошо. Мамки. Что? Ну, выключай, зайчик. Выключай, Кись. В общем, со всех сторон, с двух сторон наших, да, прекрасные отношения. То есть мы два взрослых человека. У нас прекрасные родители, прекрасные родственники. И нас в семье любят, меня мама любит, его семья его любит, уважают. И поэтому, ну, тут как бы априори даже не стоит какой-то, ну, то есть адекватные люди. Не стоит и не стояло никогда вопрос того, кто-то нравится, не нравится, какое-то отношение какие-то там эти. Я прекрасно дружу его с его сестрой, с его мамой. Мы общаемся, да. Даже в гости приезжали мы. Вот. Надеюсь, что свекровь ко мне скоро в гости приедет, когда я обустрою квартиру. Вот. Как бы моя мама тоже прекрасно относится. Ну, как бы, опять же, здравые, нормальные люди, короче, как может быть. Все гармонично. Какие были еще варианты, как назвать сыночка, кроме Дэйни? Никаких вариантов. Если будет второй мальчик, это будет вообще головная наша боль. У меня такой вопрос. Как ты сама представляешь, сколько еще ты будешь блогером? Пять лет, больше или меньше? Если придется уйти из Ютуба, кем будешь работать в Ростове? Я не собираюсь вообще прекращать эту карьеру. То есть в моей голове нет. В моей голове я представляю, что я буду заниматься этим до старости. То есть вы будете свидетелями, как я умру. Если сама не смогу снять, попрошу, снять. Так что я с вами до конца лет, Мэйс. Может быть, когда мы будем жить с мужем, может быть, у нас могут появиться какие-то другие заботы. Появится второй ребенок. Может быть, будет как-то сложнее все это. Может быть, не так часто я буду выкладывать видео. Но я планирую их выкладывать регулярно. Вот. И вас не бросать. А если придется уйти с Ютуба, кем будешь работать в Ростове? Я, честно говоря, об этом не думала. Но я могла бы также оставаться преподавателем. Передавать весь свой опыт ютуберски. Как стать блогером. Разные советы. У меня огромный багаж знаний. Поэтому я открываю свою школу. Потому что уже много людей, которые просят, узнают советов. И я знаю, что людям непонятно, что им нужно, какая информация. Я все структурировала. Все прекрасно, ясно и понятно. Плюс еще в моей школе две недели я буду вести своего ученика. И он сможет задавать мне любые вопросы. То есть буду с ним 24 на 7, грубо говоря, на телефоне. Вот. И все подробно он узнает. Я думаю, что это отличный старт. Вот. Для любого человека, который хочет попробовать себя в этой теме. Вот. Так что можно быть преподавателем. Ну, а дальше посмотрим. Вариантов для заработка, на самом деле. И для того, чтобы получать от этого удовольствие, очень много. Главное искать, пробовать и найдешь. Когда будешь красить волосы в блонд, тебе очень идет сразу 5 лет. Ну, и мне кажется, что я блонд. Просто у меня затемненные корни. Хочу скоро немного притонироваться в холодный отлив. Скоро будет видео. Как вас еще хотела назвать мама? Я, честно говоря, не знаю. Надо спросить. Когда начнется ремонт в детской? Ну, как это? Он уже начался вместе со всем. То есть потолки сделали, занавески сделали, полы сделали, стены покрашены. Матрасы уже купили. Вот жду, когда в Икею поступит кровать. Да. Потому что когда я пришла, кровать, которая мне нужна, ее не было в наличии. Вот я сейчас жду, и второго числа заказали, они должны приехать в течение двух недель. Я сразу закажу кровать. Как только мы поставим кровать, соберем, постелим матрасы, все застелим, уже будет у нас полноценная кроватка. Поставим туда коврик, будем смотреть, что дальше туда можно будет доложить. Какие-то шкафчики, полочки, что-то сделаем. Уже будет комната чуть-чуть готова, обустроена. Если бы ты могла выбрать, в каком фильме, сериале сыграть главную роль, какой бы ты выбрала, выбери из тех, что уже существует. Я даже не знаю, я даже не знаю, я даже не знаю. В каком? Да, в любом, мне кажется. В любом. То есть нет такого фильма, в котором бы я... А, нет, не буду главную роль играть. Ну, то есть если там не разрад какой-то, да, совсем. Хотя можно было бы... Я такая, что люблю экспер... Это же кино. Люблю экспериментировать. Но вряд ли в чём-то таком совсем порнушном, да, я бы не снялась. А вот что-нибудь интересненькое. Ну, не знаю, какой-нибудь любой самый нашумевший там фильм какой-нибудь. Я бы снялась в каком-нибудь фильме, например, типа «Форсаж», да, где там какая-нибудь главная красотка была, или вот эти трансформеры, да, или термин... Трансформеры, по-моему, да, там вот эта вот красотка какая-то была. Или там «Маска», например, где Кэмерон Диос. Ну, хотя у неё там маленькая роль, хотелось бы какую-то большую роль, там, например, не знаю, может быть, Анжелина Джоли, где там снималась, «Мистер Миссис Смит», например, вот, ну, что-то такое. Да или любая роль, какая-нибудь главная, классная, супер-классного фильма. Я бы там снялась. Какой он дом мечты? Сколько комнат, этажей, где бы хотелось его построить? Вообще не хочу себе двухэтажный дом. Я хочу, чтобы он был одноэтажный и большой. Вот. Ну, можно вообще двухэтажный, но на втором, чтобы было, наверное, что-нибудь там было, чтобы туда не бегать постоянно. На второй этаж. В общем, блин, квадратов должно быть много. Я не знаю, но квадратов... Ой. Иногда, знаете, я начинаю думать о доме мечты. Я была в разных домах мечты своей. Думаю, ва, круто, ва, круто, ва, круто. И понимаю, что это всё содержание этого дома. Это по-любому ни одна ты в доме, должно быть несколько человек. Это охраны, садовники, домработницы, те, кто тебе готовят. Ну, то есть, если я хочу там себе тысячу квадратов, например, каких-то, да, то, извините меня, всё это должно быть, да. Ну, в принципе, дом, наверное, в 300 квадратов, в 350 такой вот небольшой, чтобы... Ну, мне кажется, что мне вообще будет страшно жить в таком доме. В любом случае, должны быть ещё люди какие-то в доме, которые бы... Хотя, на самом деле, 300 квадратов – это не так много. У меня вот квартира, считай, 76, да. Ну, вот ещё такие две квартиры, вот я так считаю, две-две с половиной там, да, квартиры. Не так-то и много. Поэтому дом хочется ещё даже побольше, чтобы было всё, чтобы была гардеробная своя большая, чтобы была большая спальня, была большая детская, там, две гостевые комнаты, а может, даже и три. Чтобы был бассейн, чтобы была терраса красивая, чтобы был сад красивый, классный, чтобы была детская зона огромная, барбекю зона там, да, что ещё, бассейн на улице, бассейн внутри. Ну, то есть, на любое желание, да, чтобы всё это было. Вот такой вот дом мечты у меня. Вот. Единственное, вот вообще такая, я люблю большой уют. Мне даже эта квартира кажется такая большая, блин. Вот. И ты распространяешь всё, все вещи там, всям, как бы, и вот мне надо куда-то добежать там. То я дело жила в комнате, да, у нас там небольшая квартирка такая, да, стоишь на кухне в центре, и ты рукой можешь дотянуться до чего угодно. Я на самом деле, когда жила, и я так и говорила, да это же кайф, это же не надо бежать тебе из одного угла комнаты в другой угол комнаты, чтобы что-то взять, как, например, мне сейчас, да, от холодильника до мультиварки, например. Добежать-то надо, понимаете. Вот. А в своей старой квартире, в которой я родилась, там не надо, там... Много делать не надо, стоишь посередине и дотягиваешься до любого места. Это очень даже комфортно. Сколько комнат? Не знаю, это вот надо посчитать прям там то, 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 то. Мне кажется, 10 минимум этих комнат. Где хотелось бы его построить? Построить где-нибудь... Классно было бы, чтобы было рядом море, может быть, да, или горы. Было бы круто, вид красивый должен быть. Хотелось бы, чтобы это не было на каком-то отшибе, где нет вообще людей. Я бы хотела, чтобы этот дом был среди людей. Я не вижу себя жить где-то, знаете, вот иногда показывают домик какой-то на горе. И, короче, вообще ни души вокруг. Я вот так не хочу. Я человек очень социальный, я люблю людей. Я люблю общаться, я люблю смотреть, как люди живут, наслаждаются жизнью. Мне это нужно находиться. Поэтому я бы хотела, чтобы это был какой-то комплекс ЖК там, да, или вот частный комплекс какой-то. Чтобы среди... Там, где я живу в таком доме, чтобы точно так же люди жили в таких же больших красивых домах. Чтобы была какая-то организация там, может быть, охранная там организация там. Или что такое, инфраструктура какая-то там, да, там свои. Может, свои какие-то, свой ресторанчик, свой какой-то магазинчик, да, там. Ну, вы поняли, да? Очень нравится кухня ванны красоты. Но что-то мало ее стало, надо исправлять. Ванна красоты у меня вся перенеслась на второй канал. И там я много всего тестю, всяких масочек, гаджетов для волос, укладочки. Все на втором канале, поэтому ссылочка под видео, обязательно заходите, подписывайтесь на мой новый канал, там много всего интересного. Какого питания придерживайтесь, едите ли сладкое и мучное, то 5 самых любимых блюд. Сейчас я не придерживаюсь никакого питания. Вообще, я всегда придерживаюсь правильного питания, да. Но не всегда со стороны можно посмотреть, что я действительно это делаю. Я сейчас, я не знаю, меня прорвало на жор, вот после поездки. Я там ела, я уже приехала, мне кажется, набрала там килограмм лишний. А здесь потом меня просто прорвало, я прям ем и вкусняшки, и мучное, и жирное, и это огромные тарелки жареной картошки, с которой масло капает. Короче, я поправилась сейчас, 57 килограмм я. Вот, и это плохо, и решила взвеситься я после того, как увидела себя в зеркало. Огромная жопа и огромный живот торчит. Сейчас начну себя брать в руки, потому что, да, к сожалению, вот уже возраст там раз-раз, и уже все-все. Все, чуть-чуть поела, лишка, и уже видишь, что ты не в форме. Я думаю, что вещи все на меня маленькие. Поэтому придерживаю себе правильного питания, а ем я и сладкое, и мучное. Топ-5 самых вкусных блюд – это топ-5 самых вкусных блюд. Вообще, я люблю сосиски с пюрешкой, я люблю жареную картошку с индейкой, я люблю мороженое очень с карамелью, с шоколадом, чтобы все было очень сладко. Что еще я люблю? Я люблю сырники, вот. И что еще? Что еще? Что еще? Борщ. Люблю борщ. Стараешься ли делать больше добра в этом мире, помочь пожилым, накормить бездомную кошку, дать денег нуждающимся приютам, ну или другие варианты? Я стараюсь делать больше добра, но понимаю, что всем не могу помочь, а вообще понимаю, что мы с тобой похожи. Я, конечно же, стараюсь помочь, но я не ищу конкретно места или еще что-то, кому нужно помочь. Кому нужна моя помощь? Кому нужны деньги? У меня их много там, да? Кому нужно что где? У меня в окружении полно моих близких людей, родственников. Кто-то нуждается в моей помощи, кто-то не отказался бы, да? Поэтому я такой человек, я вижу где нужно и с удовольствием даю. И все. Я вообще не люблю, когда меня просят, если честно. Вот прям вот эти вот просьбы конкретные не люблю. Я такой человек, что я вижу, я все прекрасно вижу. То есть я слышу людей, я общаюсь с ними и знаю, что как происходит, и я вижу. Если я могу чем-то помочь, я обязательно помогаю. То есть я не могу по-другому. Ну, конечно, когда попросят, я близким своим, естественно, помогу. И хорошо, что они озвучивают свои какие-то проблемы там, да, и так далее. Но я четко чувствую и вижу, когда мной начинают пользоваться, как-то используют меня, да, думая, что я какая-то такая легкомысленная девчонка. И когда я уже понимаю, что я напрягаюсь, отдавая. То есть я в своей жизни всегда отдаю и делаю там добро, подарки, помощь материальную, моральную, неважно какую, я все это делаю только потому, что хочу. И получаю от этого безумного удовольствия, когда я делаю что-то хорошее. И когда человеку помогает это, и ему становится лучше, он говорит большое спасибо. Я, правда, от этого чувствую удовольствия. Но когда из меня что-то вытягивают, зная, что из меня это можно получить, а у меня это не идет от души, то здесь я очень быстро пресекаю. Потому что на самом деле, ну, как бы я стараюсь много отдавать, я ничего в себе вот так вот не таю, мне ничего не жалко, пожалуйста, да. Но если люди начинают садиться на голову, да, то я это четко начинаю чувствовать и очень быстро все это дело пресекаю. Доброго дня! Долго набирали аудиторию на канал, были ли сложности, как справлялись, вы лучшие. Спасибо, Елена. Долго набирала аудиторию, долго, ну вот 5 лет, 285 тысяч подписчиков, да, и сейчас. Вот, первый год я набирала тысячу человек. Целый год я пилила ролики, у меня было уже 100 роликов, по-моему, на канале за первый год. Или даже больше. Ну, короче, в моей школе блогера я прям привожу статистику, за какое время, сколько подписчиков я набрала, и сколько видео я уже на этот день сняла. Так, были сложности, конечно, были сложности, и об этом я тоже рассказываю все в своей школе, поэтому, если вам интересно, если вы хотите попробовать себя в блогерстве, то добро пожаловать в школу. Цены низкие, вот, а информации и опыт передаю просто колоссальный, очень важный, нужный, и, короче, практически бесплатно. Так, вот пишет девушка, мне было бы неплохо, если бы поделились с аудиторией, какая у вас ситуация с мужем, потому что некоторые девочки тоже страдают, и, возможно, у кого-то похожа ситуация, и никто вас не судит, никто вас судить не собирается, хотя вру. Есть такие идиоты, их сразу в бан. Допустим, у меня такая ситуация, мой молодой человек нерусский, он женат, у них даже ребенок есть, у нас с ним, к сожалению, нету, и вот он говорит, что когда получит гражданство, то разведется, и это еще, как он говорит, год. Мне, допустим, очень тяжело, и сейчас реально сложно все, скорее всего, скоро расстанемся. Ситуация у нас сложная, всего здесь не напишешь, но мне так хотелось бы пообщаться с кем-то, у кого похожа ситуация, и услышать какой-то совет. Может, кто-то с таким сталкивался, или его друзья, может, никто и не заметит, но так хочется хоть где-то высказаться. Ну, вот вам уже написали ответы здесь какие-то, да, у нас с вами не похожая ситуация, однозначно, потому что я с женатыми никогда серьезные отношения не крутила, и мне вообще не интересен женатый человек, потому что я всегда должна быть номер один. А для женатого человека на первом месте его семья. И это правильно, это неплохо, потому что я за то, чтобы у женатого человека или разведенного всегда на первом месте была его семья, его дети. И если бы я встречалась с разведенным человеком, у которого была бы бывшая жена и ребенок, или дети, то для меня было бы очень важным, как он относится к своей бывшей жене и детям. Как он им помогает, сколько им помогает относительно от своей зарплаты, своих доходов, да, и как вообще в целом он ведет с ними отношения, потому что я считаю, что это как раз-таки было бы мое и будущее, то есть как он общается, потому что мы все в любой момент можем стать бывшими, и это очень важно, как человек поддерживает. Он должен любить в любом случае своих детей, для них все делать. Но это мой взгляд, для меня это правильно, и я бы очень сильно на это бы обращала внимание. Добрый день! Если можно, расскажите, пожалуйста, про ваши медитации, где учились, как вообще проходит процесс, насколько я помню, вы занимаетесь этими практиками. Спасибо. По поводу медитации. Я придерживаюсь буддийского взгляда. Мой европейский учитель, это Лама Оли Нидал, у нас есть в России, в Европе уже больше, я не знаю, мне кажется, уже больше 800 центров практически, в каждом городе есть буддийский центр нашей школы. Все это на официальном уровне, естественно, и там идет вот такая передача всех этих знаний непосредственно от самого Будды. В общем, если вы как-то знакомы вообще с буддийским взглядом, то вот у нас одна из главных школ буддийских, школа называется Карма Кагью, вот, и духовный глава — это Кармапа, которая находится сейчас в Индии. В общем, если вам интересно, то вы можете прочитать книгу «Открытие алмазного пути» Лама Оли Нидал или «Каким всё является Лама Оли Нидал», и эти две книги вам, в принципе, всё расставят по местам, и оттуда вы исчерпаете всю информацию, где находятся буддийские центры, сайты, и посмотрите, почитайте, и всё. И там же всё про медитацию рассказывается, как, для чего, какая. Хотела бы ты переехать жить в другую страну? Если да, то куда именно и почему? Не знаю, попробовала бы жить, может быть, в Испании, потому что климат там хороший. Вообще, я бы хотела бы путешествовать, и для начала, прежде чем выбрать, где я хочу жить, я бы хотела бы пожить везде по чуть-чуть. Ещё мне очень нравится английский язык, поэтому я бы хотела, чтобы туда, куда я поеду, активно разговаривали на английском языке все. Ну, а там уже может и поменяться что-то. Я могу полюбить итальянский или испанский язык, или французский, кто знает. Сколько тебе было лет, когда ты сделала своё первое тату? Долго ли выбирала мастера, и больно ли это? Ну, больно ли это зависит от места, на которое вы бьёте. Вот здесь вот было мне больновато, например, да, а вот здесь и вот здесь не так больно на руках. Говорят, ещё очень больно на ногах бить, вот где косточки. Короче, где костей больше, там вроде бы как и больнее, да. Но это дело всё с анестезией, поэтому для меня всё терпимо было. Ну, как бы первое там без анестезии, а потом как-то анестезийку втирают, и, ну, мне нормально абсолютно. То есть никакой такой особой боли, есть какие-то женские штучки, та же эпиляция, там, не знаю, или ещё что-то, намного больнее, чем тату. Вот. Мастера выбирала недолго, у меня интуиция хорошо работает, я сразу там раз-раз-раз, созвонилась, всё, пошла. Да, и, в принципе, мне кажется, тату набить плохо, ну, если у мастера хорошие, он уже долго работает, да, и там по рекомендации особенно, то, в принципе, плохо не набьют, мне кажется. Тем более они рисуют по картинке, которую уже делают, то есть изначально выбираете шрифт, размер, всё это дело переводится, вы смотрите, вам нравится, всё. И мастер, он что, он только набивает, да, то есть, ну, что, ну, он должен иметь опыт, если у него есть хотя бы, там, 5-6 татух, мне кажется, он уже набьёт вам тату. Вот. И что ещё? Сколько мне было лет? Я не помню. Вот это вот, Don't Stop, первое, ну, 20 с чем-то было, по-моему. Ой, Don't Stop, точно это было после 2007 года, потому что в 2007 году я встретилась с буддийским взглядом, и вот эта вот татушечка, это посвящена именно буддийскому взгляду, чтобы я не останавливалась самосовершенствоваться, работать над собой. Вот. Don't Stop, я сама себе напоминаю. И планы на осень, не грустно ли, что лето закончилось, чем тебе запомнилось лето? Лето мне запомнилось, пандемии. То, что лето закончилось, мне не грустно. Вы знаете, каждое время года, каждый месяц, я не знаю, я, мне успевает надоесть, то есть, мне успело надоесть с лета, я уже хочу, чтобы были какие-то похолодания, я хочу уже одевать другую одежду, там, да, потеплее что-то, какие-то луки собирать новые, да. А потом мне надоест весна, я захочу уже зиму, потом мне надоест зима, я захочу лето, и, короче, это вот как-то вот нормально. Я рада, что я живу в такое время года, когда всё меняется. Это для людей таких вот, где меняется. Где постоянно лето, ну, лето постоянно. Ну, это жара и солнце может напрягать, а ещё и плюс ты и шубы не поносишь, пальтишки не поносишь, да. Где всё время холодно, ну, лучше, конечно, чтобы было жарко, чем холодно. Я холод не очень переношу, вот. Ну, тоже всё время в одежде, ну, надоедает как-то, да, там, можно, там, три месяца в одежде походить, но потом-то хочется её снять. Поэтому четыре время года сменяют друг друга, и каждый раз я радуюсь новому времени года. Мария пишет. Ты говоришь, что у тебя буддийский взгляд, но при этом ешь мясо, хотя буддизм про ахимсу, ненасилие. Почему? Да, буддизм про ненасилие, но когда ты ешь мясо, это ещё не значит, что ты причинил вред и насилие тому самому непосредственно даже животному. Если мы подойдём к вопросу кармы, да, то на самом деле она очень-очень многогранна. В общем, я не буду долго об этом рассусоливать, просто скажу одно, что есть мясо и быть непосредственной причиной убийства того или иного животного – это разные вещи, и карма срабатывает по-разному. У нас в школе мясо едят, кто хочет быть вегетарианцем, тот им становится. Но мясо бывает полезно, бывает жизненно необходимо, это белок, это залог здоровой, бодрой жизни. Вот, поэтому у нас мясо едят. Главное не быть той самой непосредственной причиной для убийства. То есть если мне скажут, будешь там рыбку, пойдём на рыбалку, поджарим, я не пойду на рыбалку и не буду есть эту рыбу. Для меня её убивать не надо, да. Если там свининку или так далее пойти для меня убить, не надо. То есть я против насилия и я обойдусь без мяса, но непосредственно для меня убивать не надо. Но если я прихожу в магазин, где уже кем-то совершено это деяние и уже лежит мясо, то я его возьму и поем. Блогеры-лентяи? Вопрос. Блогеры вообще ни разу не лентяи, особенно те, у которых большая аудитория, которые добились всего этого дела, как минимум. Потому что быть блогером с большой аудиторией и быть при этом лентяем очень сложно. Может быть относительно лентяй такой, знаете, если он там лентяй по сравнению с тем, что он там видит кто-то, фигачит там ролики по 10 в день, там с утра до вечера спит по 2 часа, и он такой смотрит и думает, блин, а я делаю всего лишь там 2 ролика в день, через день и монтирую там это, я какой-то лентяй по сравнению с ним, то да. Но если для нас лентяй это тот человек, который лежит, ничего не хочет делать, и ничего в жизни он не имеет, то блогер, который уже имеет большую аудиторию, который регулярно выпускает видео, его никак нельзя назвать лентяем. Чем вы вдохновлялись, когда написали песни «Без тебя» и «Обними меня»? Такие замечательные песни, часто хожу и напеваю. Стало интересно, что вас настолько вдохновило написать такие душераздирающие песни. «Мой любимый, без тебя» — это песня. Когда мы только начали встречаться, конечно, для меня было непонятно, как это будут отношения на расстоянии, и я, как и любой другой человек, тяжело мне всё это вот как-то, как это на расстоянии, как это будет, тем более у меня уже были отношения на расстоянии, которые увенчались не очень хорошо. Но потом, со временем я поняла, что вполне себя комфортно, всё зависит от того, какой у тебя мужчина. И настоящий мужчина с правильными взглядами, который полностью тебе подходит, удовлетворяет все твои запросы в космос, которые были посланы. Хоть на расстоянии, хоть где, хоть как, всё будет прекрасно и гармонично. Эти песни были вдохновлены им и писали издали него. Но сейчас я уже писала бы другие песни. Там я писала, что я такая без тебя, там, без тебя, я не хочу так жить, там, траля-ля. Ну, в смысле, имелась в виду... Кстати, у меня песня такая получилась двоякая. У меня такой припев. Я больше не хочу так жить без тебя. Прошу, смотри и знай, и знай, что я твоя. Короче, смысл в том, что я больше не хочу так жить без тебя. В плане... Я не хочу так жить, не встречаясь с ним. Вот. И надеюсь, это понятно, да? Потому что такое... Какое-то двоякое, что не хочу так жить без тебя. То есть тебя нет, ты где-то на расстоянии, там, далеко, да? И я не хочу так жить без тебя. Вот такой второй смысл. Вообще не вкладывался это. Я только сейчас, вот за последнее время догоняю, что ли, такой двойной смысл у песни. А на самом деле я не хочу так жить, как жила до того, как встретила его. То есть я больше не хочу так жить без тебя, как жила. Теперь хочу только с тобой. Вот. И вопроса от расстояния здесь в этой песне вообще нет. Как пережить расставание? У меня есть тро-видеоролик. Я тоже оставлю его под видео. Как пережить расставание? Я там даю очень много полезных советов. Не хочешь вернуться на радио? Нет. Я особо там и как-то и не участвовала. Если бы был какой-то серьезный проект, то, возможно, бы хотела. Я бы с удовольствием на радио с кем-нибудь... А может быть даже одна попробовала бы вести какую-нибудь передачу интересную. Чтобы мы... Вот отношения бы мы там обсуждали. Люблю я это дело. Ты бы смогла встречаться с женатым мужчиной или влюбиться в женатого? Нет, девчонки. Ну, встречаться смогла бы. Но смотря для каких целей, понимаете? То есть для каких целей? Для чего-то серьезного нет. Я бы не смогла встречаться с женатым. Мне такие мужчины неинтересны. И более того, у меня пропадает вообще всякое уважение к мужчине, который вообще обманывает свою вторую половинку, который начинает строить какие-то отношения, признается там женщине в любви и говорит, что он уйдет из семьи ради нее. Вот у меня, честно говоря, падает уважение к таким мужчинам. Я считаю, что строить надо отношения, будучи выйти из семьи. Как минимум, надо быть честным со всеми. Но это лично мое мнение, потому что я бы хотела, чтобы была честность в отношениях. И поэтому, когда я вижу, что мужчина так поступает, я представляю себя на месте, например, этой самой жены, которую обманывают. Есть женщины, которые хотели бы быть обманутыми, и они главное, чтобы не быть брошенными. А для меня главное честность. Скажите мне все как есть, а я решу сама, что я буду делать дальше. Потому что для меня это важно. Для меня это принципиально важный вопрос. И если я вижу, что мужчины поступают нечестно по отношению к своим вторым половинкам, уважение падает. Мне вообще не интерес такие мужчины. И влюбиться в такое не смогла бы я уже не смогла. Мой разум уже наконец-таки преобладает над моим сердцем. Как вы отреагируете, если Дэнни будет встречаться с девушкой, у которой есть дети? Да прекрасно я буду реагировать вообще. Потому что я очень люблю детей. И если, знаете, в нашу большую дружную семью, компанию придет какой-то человек, ну, главное, чтобы человек хороший был, понимаете, непакостливый, да, придет какая-то хорошая девушка с детьми, пусть их будет один, двое, трое. Это же прекрасно. Это значит, что без ожиданий, без всяких разных мучений, через которые, может быть, прошла эта девушка уже в свое время, да, там, заботы, пеленки, там, нервы и так далее, да, уже с какими-то, может быть, даже взрослыми детьми, или, там, пусть они будут маленькие, там, те же два-три года, да, неважно вообще, сколько лет, на самом деле, детям. Дети – это прекрасно. И если они по каким-то причинам любви, да, двух людей, что-то такое хорошее, светлое, приходят в нашу семью, в наш дом, да, и в наш, не знаю, как, в нашу семью, да, в нашу компанию, да, вот так вот, то мы всегда рады всему этому. Главное, чтобы была гармония, и никто не страдал, вот это самое главное. Если появляются какие-то страдания, причины этому, нужно выяснять, нужно прорабатывать, максимально помочь как-то, да, но все это дело искоренять, вот. Если все это гармонично, то есть что, женщина с детьми, и что? И что? Это прекрасно, дети, это прекрасно. Мы будем все вместе веселиться, куда-то ездить, гулять, расти детей. Не знаю, я вижу только в этом прекрасность какую-то. Чем больше детей, тем лучше. Парень сказал, что мы не подходим энергетически, и расстался. Как его понять? Ну, так и понять. И у людей есть энергетика своя, определенная. У кого-то энергетика может быть сильная, у кого-то вялая, у кого-то какой-то отталкивающая, у кого-то какой-то притягательной. Да, и да, она разная. Я не знаю, какая энергетика у вас, и не знаю, какая у него, но лично он заметил, что вы не подходите энергетически друг к другу. Так и понять. Это необъяснимо, это что-то такое внутреннее, чувствуется, что не подходит. Следующий вопрос. Селена, здравствуйте. Очень интересно ваше мнение. Я пять лет встречалась с парнем втайне от родителей. Не говорила родителям, потому что я мусульманка, и у нас нельзя встречаться с парнями. Мы с парнем хотели пожениться, но не смогли из-за разных причин, а меня родители выдали замуж за другого без моего согласия. А теперь у меня есть ребенок, и я в разводе с мужем. А мой бывший узнал, что я в разводе, и теперь хочет быть со мной. Говорить, что будет любить моего ребенка как своего, и что мы ему нужны. Дайте совет, что делать. Ой, ну прям дайте совет, что делать. А вы что сами чувствуете, что сами хотите? Что вам можно по вашим взглядам, законам? Что вам можно, что за это будет, не будет? Я просто, честно говоря, не знаю в эти все взгляды религиозные. Я не лезу. И здесь каждый человек должен отталкиваться сам от того, что у него происходит. Просто самое главное – брать полностью ответственность за все варианты возможного, которые могут происходить в дальнейшем с вашей жизнью, с вами, с вашим ребенком. Вот. Сядьте, подумайте, осмыслите, что и как, принимайте решение и берите полную ответственность за него. Все. Максимально, что я могу посоветовать. Здравствуйте, Селена. Расскажите, какую художественную литературу читали? Что нравится из классики? Ой. Честно говоря, из классики мне ничего не нравится. Что я читала? Мастер Маргарита читала, и читала, и смотрела. Как-то мне не зашло. И самое интересное, что все поголовно – Мастер Маргарита, Мастер Маргарита, это что-то нереальное, это шедевр, это что-то… Мне кажется, в нашей современном, вот, современная какая-то литература, тот же «Алхимик», например, более шедеврально, на мой взгляд, да. Вот, так что из классики, честно, но что я еще читала из классики? Ой, «Война и мир» Достоевски. Тоже, я ее даже не дочитала. Мне очень тяжело все это читается, я не люблю, честно говоря, такие книги. Блин, настолько, на самом деле, это все было давно, это были школьные моменты, и причем, знаете, когда в школе прям задавали это, я не читала, а потом в какой-то момент, когда, знаете, становишься, это вот эти, говорят, там, классика, классика, вот ты начинаешь вот это вот пытаться развиваться, как-то там какие-то афоризмы, а вот это Достоевский сказал, а вот это тот-то, и ты вроде берешь эту книгу какую-то и думаешь, все говорят, что это кайф, а ты вот читаешь и чувствуешь, что тебе вообще не заходит, тебе тяжело, и я себя, короче, не насилую. Вот, но зато я прочитала очень много, это тоже художественно считается, да, литература. Мне очень нравится «Пелевин», «Священная книга оборотня», «Империя ангелов», мне понравились вот эти книги, потом Ричард Бах, я прочитала, по-моему, все его книги, Паула Куэлли, я прочитала тоже все почти его книги, автора, не помню, очень классная книга, называется «Послание с другого конца земли», очень тоненькая книжечка, но она, честно говоря, волшебная, вот, я ее рекомендую многим прочитать, очень впечатление, впечатлила она меня, короче. Ну, вот так вот прям сажусь, в голову не приходит много чего, Аллен и Барбара писали, но это не художественная литература, это, скорее всего, обучающая, да, ну, в общем, вот, к примеру, да. Какой ты самый необычный подарила подарок своему мужчине? И так же он для вас, ты клевая. Спасибо. Самый необычный подарок? Песню написала. Я песню написала своему любимому человеку. Я думаю, это необычно. Есть ли какой-то СММщик или агент, который помогает тебе раскрутить или делаешь все сама? Я не делаю сама, и нет у меня СММщика, я просто снимаю видео, и все. Хотя хорошо было бы найти такого человека, которому бы я доверяла, но это очень сложно мне. То есть это должен быть кто-то мой знакомый, который мне вообще расскажет все это, как работает, чтобы я увидела, что у человека горят глаза, он заинтересован заработать много денег, и тем самым, чтобы мы вместе заработали. То есть я заработаю, он заработает, и это должен быть какой-то близкий мне человек. Не знаю, доверие откуда-то должно взяться. Это очень сложно. У меня в Директы и везде вообще приходят куча СММщики, СММщики, СММщики. Но это большая проблема найти хорошего СММщика. Поэтому если вы научитесь этому, да, будете это любить, сможете себя классно продать в плане человека, знающего, цены вам не будет, денег будете зарабатывать очень много. СММщики, наверное, золото хорошее. Все, мои хорошие, надеюсь, мое видео было вам полезным, интересным, узнали что-то еще обо мне новое. Ну вот, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Подписывайтесь на мой второй канал и на этот канал. Обязательно ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Жду, люблю, целую.